Ты мне скажи, этот самый, российский бизнес появился или нет? Значит, я тебе скажу так, значит, насчет российского бизнеса. Вот, российский бизнес здесь в 20 раз или 50 раз меньше стал. Все российские бизнесмены здесь прогорели и поуезжали. Некоторые работают коллективерами. Кто работает коллективерами, умудряются зарабатывать до 20 тысяч песов в месяц. Ну, это ерунда, в принципе. Правда, это меньше. Если ты зарабатывал раньше, к примеру, 8 тысяч песов в месяц, это было больше 2 тысяч долларов в месяц. Да, да, да. И цены поднялись в 5, в 10 раз. Толку с этих денег? Да. А в доллара без средств где-то в 5 раз. А цены поднялись в 20 раз. На... Килограмм мяса 100 пес, а килограмм хлеба 30 пес. Капец. Это в стране валом всего и такие цены. В стране валом всего и такие цены. И качество продуктов в 10 раз ухудшилось. То есть, скотину кормят химией. Да. Но если выращивать самому, как Юра хроновый выращивает, то продукты идеальные. Да, но он молодец, видишь. Да. Климат здесь идеальный. Вот, допустим, сейчас у нас зима на улице, как у нас в мае месяц. Да, я климат помню. Мне многое нравится в Аргентине. Очень многое. Многое в Аргентине нравится. Значит, но здесь можно, как бы сказать, работать намного лучше, чем в Англии, если знать аргентинские законы. Да. Вот эти... Ну, продукты питания прежде всего. Вот такая база, за то, что ты покупаешь каждый день. Не привязывая... Ну, доллар, ладно, 15 левый курс. Правильно? Продукты питания. Начнем хлеб, молоко, морковка, вот картошка. С магазина. В магазине дорого. Я лично покупаю на оптовой базе. Хорошо. Говорит цены оптовой базы. Килограммы, допустим, апельсины, 8-9 песа килограмм. Полдоллара, дальше. А если вы рознице, то вдвое дорого. Понял. Так самое, бананы и все остальное. Хлеб с магазина. Помидоры, 20 песа килограмм. Хотя раньше были 50 копеек. Ты помнишь, как вы с Галей посадили помидоры и сколько их было? Вы с ума сходили, не знали, куда их деть. Там растет все само по себе. Да, растет по себе, но сейчас ничего не станет. Потому что, да, видите, Витя был, этот Карлос, он проезжает раз в неделю, и некогда ему заниматься огородом. А боливийцы садят там клубнику, молоко, вот это все на полях? Боливийцы садят, но меньше, потому что сейчас наводнение бывает. Одно наводнение, и весь рожай пропадает. Я понял. Купнику раздалил, корни погнили, и все. То же самое у Юра Хринового. Все ему залило, корни хрена погнили, и все, хрена у него нет. Опять. Пчелами не занимаетесь? Лично мы пчелами не занимаемся. Юра Хриновый занимается пчелами, но за ним постоянно следить надо, поэтому у него живых уликов 5 осталось не больше. Ага. Да, когда Паша был, был мед хороший. Паша, говорю, когда Витя был, был хороший мед. Витя ухаживал, у Саши и Ромиса то же самое. Коробок много, а меда мало. И он его продает, разбавляет сахаром, непонятно чем. Кошмар. Слушай, а сколько бензин сейчас стоит? Реально. Бензин стоит 14-15 песо литра. В общем, доллар литр. Доллар литр. И раньше. Если раньше он стоил 3 песо литра, доллар литр. То сейчас 15. Я понял. А цены на недвижимость какие? Не думаете что-нибудь покупать? Цены на недвижимость возросли очень сильно. Самая хрупкая, маленькая, в капитале стоит 100 тысяч долларов. Если чуть получше, 200-300 тысяч долларов. Я понял. А здесь во фратинидаде тоже стоит не меньше, чем 50 тысяч долларов. Свою, конечно, я не смогу продать, потому что здесь у меня надо, чтобы довести до ума все. Проще новый дом построить. Это не меньше тысяч долларов. Капец. Поэтому я ничего не собираюсь строить. То, что я построил когда-то за 5 тысяч песо, сейчас мне это обошлось полмиллиона. Слушай, мне сказали, что цены на материалы на строительные сильно поднялись. Очень сильно. То есть, если я покупал кирпич 160 песо, 1000, то сейчас он стоит 2000 штук. Тысяча. Ну, наверное, немного, кстати. Да. Ну, цемент стоит сейчас 70 песо мешо. Раньше стоил 10 песо мешо. Это дороговато, я тебе скажу. Это английская цена. Да. Значит, что еще? Ну, кирпичи вот эти вот большие. Которые... Кераминь. Если раньше песо стоил, то сейчас он стоит где-то 7-8 песо. Пол доллара. Пустотелый. Пустотелый кирпич литой. Не литой, а пустотелый. В общем, я так скажу. Строиматериалы подорожали по цене доллара. Доллар подорожал 5 раз. И стройматериалы подорожали в 5-8 раз. А вот продукты питания в 20-30 раз. Да, продукты питания я знаю. Катастрофа. Паш, кто-то... Ты знаешь кого-либо с церкви, которые документы получают? Видно жительство или еще что-нибудь? Из свежеприехавших. Получают без проблем. Получают? Да, и без проблем. Сейчас с этим делом очень быстро и легко. А, хорошо. Это уже хорошо. Потому что мне ссылали, что по Конституции, статья 20-я. Люди, не важно как приезжают, подаются на беженца или еще как. Но люди, не знаю, я... В конце. Тот, кто не знает, тому сложно. А так как я знаю, всю эту процедуру прошел, для меня это уже легко. Не-не, я имею в виду, ладно, для нас, которые приехали по программе, да? А те, которые вот сейчас люди приезжают. Ну, вот, допустим, приезжал Галинин сын. Да. Она в русской визе. Да. Она без проблем его сделала ДНИ сразу. Хорошо. Видно жительство и ДНИ, перманенция. Отлично. И он сразу же мог подать, но он отказался. Он уехал обратно на Украину. Оргентинское ДНИ на гражданство. Но он не захотел этого. Но если бы захотел, то без проблем. А ну же классно. То есть, если есть адрес, если есть как бы финансовое подспорье, то это все можно сделать. Все упростилось, да? Нет, но это будешь биться, как в закрытые двери. Я понял. Я понял. То есть, в любом случае, помощь тех, которые там есть, должна быть, правильно? Ну, это у кого какие-то друзья. У вас в церкви много людей новых появилось или нет? Очень, чтобы все новые люди. Старые люди поуезжали, поумирали. Все, все новые. Сколько у вас в приходе людей? Ну, человек 30-40. И получается, что много новых приезжает. Ты бы поспрашивал, как много, откуда приезжают. Ради интереса. Потому что говорят, я страшилки. Я, типа, ненавижу Аргентину и рассказываю страшилки. Но я-то пять лет уехал, хотя приезжал. И еще приеду, наверное. Устроился. Есть люди, которые безиметриативные. Значит, им очень плохо. Они не могут никуда устроиться. Устроиться на нищенскую зарплату. Две тысячи песов в месяц, на которые выжить практически невозможно. Ужас. Однако... Видимо, в крыльях все осталось. Я помню, как я жил, где-то не беспила. Сейчас стоит уже полторы тысячи. Сколько вы за комнату платите на этом самом? Раньше платили мы 150-300 песов в месяц. Сейчас, по-моему, полторы тысячи в месяц. Я понял. За ту комнату, да? За полностью квартиру. Витя, Вера, не собирались вернуться? Нету связи? Нету связи. Они уехали в Алчевск. Это зона боевых действий. Кошмар. И я ничего не знаю. Ужас, ужас. Но я слышал последний раз, что Витя выздоровел и уже он не трясется и обходится без таблеток. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Хоть это на пользу пошло, правильно? Ну да. У меня знакомых несколько человек. Паша, детали можем не обсуждать, каким образом он стал миллионером. Ну, не важно. А другие люди тоже. Валютные махинации. Было время такое, что можно было повезти в ПЭС и вырубывая. Ну, прошло, да. Газета выходит еще или не выходит? Ну, в двух словах, не называй имен. Газета сейчас не выходит. Потому что хозяйка уехала в Канаду, а заниматься этим некогда. Но офис есть, да? Офис непонятно. Департатически нету. Потому что все на ней держалось. А теперь без нее никому ничего не надо. А все связи на ней держались. А других газет, журналов, украинских, русских, как не было, так и нет? Как не было, так и нет. Раньше была и Анастасия была, там другие были. А сейчас закрылось, ничего нет. А, кстати, вот наш бизнесмен Еремеев или как его, Саша, да? Еремин. Еремин. Он же там что, процветает или пропал где-то? Он процветает. Значит, с Шавкатом, хозяином, он развелся. Отдельную ферму от него держит. Молодец. И он имеет и для пляти дома, и варты, и он хорошо процветает. Молодец. Ну, давно занимается бизнесом, поэтому. Ну, да. То есть, кто давно занимается бизнесом и упорно занимается, естественно, кто-то живет намного лучше, чем кто-либо в Англии, либо в США. Не, ну, в этом отношении, да. Но для этого надо прожить 15-20 лет. В принципе, Паша, и тут люди за 20 лет дома покупают. Понимаешь? Я знаю многих, мы поперли в Аргентину, а люди приехали сюда. И у них сейчас все нормально, все хорошо. Но в другой зоне, ну, как бы в другом уровне находятся, ты понимаешь? И по всему миру ездят без вопросов. Точно так же. Да, ну, и с Аргентины я могу поехать в любую страну мира. В этом отношении, да. Если у тебя есть деньги, если ты не работаешь коллективэра, потому что коллективэра тебе хватает на квартиру, на еду. Естественно, деньги, чтобы поехать в Англию, нужно хотя бы иметь 3000 долларов. Если этих денег нет, то бесполезно туда ехать. Ну, на билет, я тебе скажу, на билет. Потому что тут каждый день он конкретно стоит. Ну, будем говорить, каждый день стоит 100 долларов. Вот, допустим, в месяц 100 тысяч долларов. Да, и плюс билет 3000 долларов. Вот прикатить в Англию на один месяц, это надо тысяч 6-7 в карманчике иметь и какие-то подарки купить. А в Аргентине эти деньги, ну, можно коллективэра, может, насундучить, ну, за два года, за три года. Правильно? Коллективэры, наверное, не думают в гости в Англию съездить. Это только бизнесмены, у которых налажен бизнес. Да, согласен. Тут, кстати, аргентинского товара много появилось. Допустим, керамическая плитка в Аргентине стоит 3 доллара метр. Я видел ее, потому что я смотрел. А здесь она стоит 30 фунтов, представляешь? Здесь плитки керамической очень много. Все виси завалены. Да, я знаю, знаю. Ну, видел здесь аргентинскую плитку, посмотрел, думаю, ничего себе цена какая, знаешь. Я положен, но вот я сейчас стою на аргентинской плитке, несмотря на то, что у меня тут, как бы сказать, ну, сарай. Сарай, а плитка хорошая. Плитка хорошая, да. У меня в основном проблема, что рабочая сила очень дорога. Нанимать щекотворителя или еще что-то. Один метр, сто пейсов надо платить. Плюс песок, цемент и все. Я понял. Например, я сейчас стою, где рабочие переодеваются. Надо 5 тысяч песок заплатить, чтобы мне только пощекотворили. Кошмар. А чтобы сделали отлично. Это надо еще 5 тысяч. 10 тысяч песок, чтобы потолок сделали и все остальное. То есть, одно пункт 10. А весь дом, я даже не знаю. Тем более у меня фундамента нет. Поэтому нет смысла строить. Проще рядом новый построить. Участок, правда. Ты расскажи, что происходит, если ты берешь местного на работу. В общем, с ними проблема. У Саши проблем нет. Потому что он очень строгий. С оружием ходит и его боятся. А у меня проблемы. Потому что, когда он проходит, недели две он ведет себя нормально. А потом он начинает брак делать, варовать начинает и так далее. И требовать компенсации, наверное. Да, на меня в суд подавали несколько раз. Особенно вот этот вот, как его. Саша Афган. Это вообще что-то урода. Саша на тебя в суд подавал? Да, 3 миллиона требовал. О, капец. У него крыша вообще поехала. Как я поехала? Я адвокату сказал, если вы хотите, я вам сейчас дам 5 тысяч песок. Но только времени, я вам даю, 3 минуты. Если за эти 3 минуты вы эти 5 тысяч песок возьмете, значит, считаете, что они ваши. Если вы через 5 минут, скажете, я согласен, уже вы ни копейки не получите. А он говорит, я сейчас по-любому 160 тысяч получу как минимум. Потому что, я говорю, ну, получай. И уколо. Обалдеть. И потом он нашел другого адвоката. Я даже не поехал. Ты так, Саше, помог. Ты так ему помог. И он такой, блин, благодарный, да? Да. Это вообще. Он так помог, а он такой благодарный. Это вообще кошмар. Ты его, по сути дела, вытянул со стакана, поставил на ноги, дал шанс жизни. Ты все пропил. Машину пропил, моцикл пропил. Все, что я ему купил, все пропил. И мать его в живых даже нет. У меня никакой информации о нем нет. Ужас, ужас. Ужас. Так что, я не знаю ничего. Да, ну что сделаешь? Паш, давай прекратим пока, да? Было бы неплохо, если бы ты появился где-то в Капитале, да? В Буэносе. Ну, чтобы с телефона какую-то съемочку сделать. И поговорить там вот о жизни. Ты спроси, пожалуйста, у вновь прибывших. Вот реально кто-то, который два года там в стране легализировался. Какие-то шансы есть? Еще один вопрос, очень важный. Получает ли кто-то из наших по программе пенсию аргентинскую? Юра Хроновый получает пенсию аргентинскую. Но это исключение из правил. Если есть таких 2-3 человека в Аргентине, то это хорошо. То есть у него аргентинское гражданство получает пенсию нормально? Да, и русскую, и аргентинскую одновременно. Молодец. Сколько у него пенсия примерно? Значит, русская пенсия... Не, за аргентинскую. Русская там хрен с ней. А? Аргентинская пенсия 4-200. Хорошо. 4-200. 4-200. Но для этого надо получить гражданство, проработать по-белому там и быть в стране официально. Потому что я слышал, что есть наши люди, которые как приехали, как туристы давно, слышишь, я слышал, есть туристы, которые приехали давно, получили гражданство в 2001 году, пошли оформлять пенсию, им отказали. Мотивировка... Официально бесполезно куда-либо обращаться. Официально ты обречен на нищету. Значит, ты знаешь, концы ты и пенсии получишь тебе, и проценты в банке будут идти на счеты, и дом тебе дадут, и все остальное. Ну да, но это уже детали. Это детали. А для простых людей, я не знаю, это надо какую-то удачу иметь, чтобы здесь раскрутиться простому человеку. Поэтому, мне кажется, в Англии намного больше шансов, чем... Ну, здесь законная страна, и они благодаря этому такие сильные, понимаешь? Поэтому я спрашиваю, почему. Потому что будем говорить, допустим, о стандартных людях, да, о большинстве, а не меньшинстве, или кому повезло. Кто-то и миллиарды, миллионы выигрывает в лотерею, правильно? Ну, это единицы на миллионы. Ну, я один на миллион. С меня пример брать нельзя. Я тружусь как пчелка уже много лет. Да, да, я знаю, как ты трудишься. Ну, вы сказать людям, предложите, Паша, если вы в Аргентине, приезжайте, будете трудиться, как вы, и вы заработаете. И это не совсем так. Кроме зарабатывания, да еще умение работать, умение куда продать, когда продать, и когда деньги, и несохранение. В общем, целая цепочка. И знание испанского языка. Ну, мне он не нужен, потому что мне достаточно знать два слова. Погар эффектива. Что погар эффектива? И меня сразу понимали. Паш, ну ты человек уникальный, поэтому не будем говорить, что все находящиеся в Аргентине уникальные, да? Благодаря, если бы... Ну, что ему светит здесь? Ничего не светит. В лучшем случае, моя дочка специалист высшего класса. Да. Программист, аналист, зарабатывает зарплату 8 или 9 тысяч песов в месяц. Все, что ты за день делаешь. Это смешно. В Англии зарабатывать 5 тысяч фунтов, или минимум, за такую работу, она зарабатывает в 10 раз меньше. Это смешно просто-напросто. Значит, то есть, здесь простому человеку, ну, в лучшем случае, на 5-6 тысяч песов можно устроиться работать. Если очень сильно повезет, можно коллективером устроиться на 10 тысяч. Если будет 2 смены по хайке, то 18-20 тысяч. Да, да. Но работа тоскливая коллективера водителем автобуса. Я знаю, поэтому 2 года без выходных, без проходных, без отпусков, да, деньги есть. Но деньги вода, сегодня есть, завтра нету. А послезавтра у тебя здоровья нету. Вот и все. Тем более нету коллективера, постоянно в напряжении. Такие идиоты встречаются, что кошмар. И сейчас коллектив... И что получилось в Аргентине за последние 3 года? Людям дали кредиты. Машины этих было сотни тысяч. Надо было продать. И не по квотам их продали. А люди ездить права то не имеют, а ездить не умеют. И вылазят на встречную полосу, а коллективеры, что он большой, он их сбивает просто напросто. Много аварий очень. Много аварий очень. Ну да. Вот. И то есть аварий этих на дорогах очень-очень много. Да. Аргентина входит, кажется, в пятерку стран, в которых наибольшее количество людей гибнет на дорогах. Там ужас, ужас. Вот циклисты, это кошмар, смех. Да. Машины вверх колесами, плюс еще обнюхаются, обкурятся. Что я хотел еще сказать. Ты можешь, если будешь на собрании, спроси ради интереса. Вот с молодых людей, ну с молодых людей, со свежих иммигрантов, с кем-то бы поговорить, даже по телефону вот так записать, что люди могли бы посоветовать и рассказать тем, кто собирается ехать в Аргентину. Посоветовать ехать туда или нет. Если не ехать, то почему? Ну, я говорю, приехали сюда люди от большой беды, то ли от войны на Украине, то ли от преследования какого-то. И они живут сейчас еще хуже, чем они жили бы там. Они на родине, на Украине, чем в России, как-то могли выкрапкаться. Как бы земля своя помогает. А здесь это чудо какое-то должно произойти с простым человеком, чтобы он мог устроиться и жить лучше, чем в России, либо на Украине. Поэтому лично мое мнение, ехать в Аргентину, это практически самоубийство. Ну, вот это я и хотел слышать. Если там вообще, где молодого парня призывают на войну, то, конечно, тогда лучше ехать в Аргентину, чем идти в Аргентину. С этим я согласен. Вот. Ну, а если на войну не призывают, то сиди на месте, колупайся в огороде. Ну, что тогда за работа? И радуйся жизни, да. Ну, да. Тем более, все-таки, можно в Белоруссию поехать, с Украины в Россию более-менее там лучше, чем на Украине. Ну, я не знаю. Ну, и в Аргентину ехать, ведь тем более без знания языка в наше время, 10 лет назад было еще куда не шло. 15 лет. Уже 15 лет назад. А сейчас, когда доллар обесценился, и здесь вообще зарплата нищенская, а цены рассчитаны только на бизнесменов, которых в процентном отношении максимум 5% населения, которые могут позволить все такие цены. А простые люди голодают, они не могут купить ни мяса, которое 100 паса килограмм стоит. Это очень дорого. Они как-то за кашами и таким вот самым дешевым. Паша, хорошо, я буду заканчивать, да? Потому что, я думаю, мы достаточно поговорили. В какой-то из дней мы опять, ну, в общем, выйдем на контакт и попишем какой-нибудь разговор. Там можешь показать свой бизнес, может кому-то интересно в другой стране будет это. Потому что я на канал хочу такое выставлять, вдруг кто-то заинтересуется твоими колючками, мало ли. Сейчас ситуация такая в мире странная, что и вполне возможно, что продукция твоя кому-то нужна будет. Да, вот Паша приглашает на работу сварщиков тысячу долларов в месяц, чтобы держал рот закрытый и работал, а не вступал в дискуссии с работодателем. А наши любят в разговоры вступать. А то от него выгода была, если плачу тысячу, значит и он мне должен тысячу принести прибыль. Обязательно, да. Нету смысла, это бизнес. Вместе долларов в месяц, а он будет убытку мне принести на сто. Зачем он мне нужен? Правильно. Поэтому, значит, и я за других не ручаюсь. Я единственное знаю, что, допустим, вот у вас нужны рабочие, нормальные, которые платят по 8 тысяч рублей в месяц, это 500 долларов, 600. У него работают, да? Я хочу такие же самые. Я имею тысячу, если будет работать, как и я. По 10 часов в сутки и очень хорошо работаю. Я понял. Значит, других вариантов я просто не знаю. Хорошо, Паш. Я рад тебя был слышать, да? Да. Будем ВКонтакте и, наверное, будем рассказывать, что есть реально в Аргентине. Пусть связь там не супер, но в любом случае достаточно для того, чтобы понять, что происходит. Хотя бы в каком-то одном аспекте, да? Да, ну все, я пока отключаю. Все, давай, да, до связи.